Нужно ли замачивать рис для плова? Рис – один из самых богатых углеродами продукт. Его полезно употреблять как гарнир, а также в составе различных блюд. Для некоторых блюд рис обязательно надо замачивать перед готовкой, но есть блюда, в которых замачивание риса крайне нежелательно. Для разных видов плова есть свои хитрости и требования к предварительной обработке риса. Плов в казане Если мы готовим плов в казане, то рис необходимо замочить в теплой и слегка подсоленной воде. Время замачивания будет зависеть от сорта риса. Меньше всего времени потребуется мягким сортам, например, краснодарский камули на 15-20 минут. Для длиннозернистого риса время замачивания стоит увеличить до получаса. А вот рис басмати замачивать нужно минимум на час. После замачивания любой рис обязательно нужно промыть холодной водой. Плов в казане не будет слипаться и не возьмет лишнюю воду во время готовки. Обратите внимание, что воду с риса нужно сливать непосредственно перед закладкой его в казан. Иначе рис быстро высохнет и будет лопаться во время готовки. Замачивать рис на ночь рекомендуется только в том случае, если вы готовите фруктовый плов. После долгого замачивания рис теряет форму, но становится очень мягким. Это важно, например, при детском питании. Плов в мультиварке Для приготовления плова в мультиварке существуют тоже свои тонкости. Так как при таком способе готовки рис долго томится, то его рекомендуется хорошо промыть, а потом обжарить с небольшим добавлением растительного масла. Именно после этой процедуры плов в мультиварке будет рассыпчатым, а не слипнется в один комитет. Плов в духовке При приготовлении плова в духовом шкафу рис рекомендуется кратковременно замочить, а лучше запарить кипятком. Для этого нужно непромытый рис залить кипятком и оставить на 5-10 минут. После этого необходимо слить мутную воду и еще раз залить кипятком на такое же время. Воду, как и при приготовлении плова в казане, стоит сливать только перед моментом закладки риса в духовку. При замачивании кипятком рис не трескается, сохраняет свою форму и становится более мягким и нежным. При приготовлении плова в рукаве замачивать рис не нужно. Главное его хорошо промыть до прозрачной воды. В рукав к рису можно залить немного мясного бульона, выложить обжаренное мясо со специями и овощами и долить обычной воды. При таком способе приготовления рис впитает в себя вкус масла и бульона, но в то же время останется рассыпчатым. Замачивать или нет. У каждой хозяйки есть свой коронный способ приготовления плова. Но чтобы найти идеальный рецепт, стоит экспериментировать и пробовать различные варианты подготовки риса. Испортить рис практически невозможно. И если вдруг он получился суховатым или не пропитался, всегда можно добавить воды и увеличить время приготовления или дополнить его вкусным соусом.